мир вам братья и сестры христиане пустые молитвы и посты за мир в украине множество христиан сейчас и в украине и которых беспокоит судьба украины то что сейчас происходит здесь война я живу на этой территории братья и сестры на украине хотя бог чудным образом именно наш регион берегает небо берегает и я благодарен богу что за эти два года не был ни одного прилета но многие беспокоятся и в украине и в других регионах вот многие молятся некоторые держат посты и казалось бы ну вот молодцы но дух святой открывает братья и сестры что 90 процентов приблизительно 90 процентов этих молитв и постов они в пустую как народе говорят потолку они не имеют силы и мы читаем признавайтесь друг перед другом поступках и молитесь друг за друга чтобы исцелиться много может усиленная молитва праведного или я был человек подобный нам и молитвой помолился чтобы не было дождя и не было дождя на земле три года и шесть месяцев опять помолился и небо дало дождь и земля произрастила плод свой еще уклоняйтесь от зла и делать добро ищи мир и стремись к нему потому что очи господа обращены к праведным и уши его к молитве их но лица господне против делающие зло чтобы истребить их земли мы понимаем что за силами которые напали на украину это конечно же фашизм это конечно же сатанизм стоят темные силы вот тот князь войны второй всадник который вовсю начнет свою работу когда будет великая скорбь но и сейчас вот этот князь бесовский его бесы внушает людям и они идут на войну на войну и как написано слово божьем покоритесь богу противостаньте дьяволу и убежит от вас мы намного сильнее христиане имеем силу мы дети божьи чем власть чем армия потому что они слуги божьи мы дети божьи но дети божьи те которые послушны богу именно покоритесь богу мити не просто противостаньте дьяволу контратакуйте его там совершайте изгнание бесов или что-то в этом роде совершайте молитвы посты и так далее не братья и начинается сначала покоритесь богу то есть в точности исполняйте слово божье освещайтесь очи господни и уши его направлены праведным много может усиленная молитва праведного поймите то что молятся тысячи из службы проводят и и в православии в католицизме и так далее братья и сестры где язычество многие молитвы совершаются даже в евангельских церквях где теплость они не имеют силы силу имеет то что может небольшие группки есть христиан которые стараются жить свято в точности идут по слову божьему по новому завету вот эта горсточка людей где-то там где-то там она сильнее нежели тысячи сотни тысяч других теплых христиан мы читаем также и когда вы простираете руки ваши я закрываю от вас очи мои когда вы умножаете моления ваши я не слышу ваши руки полны крови омойтесь очиститесь удалите злые деяния ваши от очей моих перестаньте делать зло научитесь делать добро ищите правду спасайте угнетенную защищайте сироту вступайте за вдову тогда придите и рассудим говорит господь если будут грехи ваши как багряные как снег убелю если будут красны как папу как волну убелю если захотите и послушаетесь то будете вкушать благо земли если же отречетесь и будете упорствовать то меч пожрет вас ибо уста господни говорят вы помните когда израиль вступал от бога увлекался в язычество что происходило братья сестры и поражение израиля и захват его и происходило также и голод умножались болезни смерть и тому подобное только одно прежде всего христианам украины а те которые тоже беспокоятся украине и христиане в россии потому что много гибнет и русских людей и другие христиане которым не безразлична судьба украины украинцев и христиан с украины которые молятся они должны понимать что прежде всего нужно очистить руки нужно жить свято этот имеет тогда эта молитва силу поймите конечно же нужно умножать и молитву и посты но прежде всего смирение выше молитвы если вы не смиренный если исполняете заповеди божий то вот господь говорит что не нужно вот этих молитв ваших вы больше вы даже раздражаете бога и не желаете тогда ответа от бога мы сейчас видим что есть немалое число погибших в том числе и детей на украине от русских ракет но братья сестры а сколько делается абортов в украине христианами сколько среди даже евангельских христиан уклонение идет повальное от чадородия найти нам не раз приходилось нести меня 12 детей как бы даже такие некие давление врачей мы горели что ну нельзя там спираль нельзя христианам нам нельзя потому что это грех там другие способы они пытались тоже там что-то для чего вам сколько рождать детей и так далее нет нельзя некоторые знаете врачи они улыбались христиане вы знаете сколько ваших они имеют ввиду но не с нашей поместной церкви но имеют ввиду наши вот евангельские то есть верующие разделяет православие себя и разделяет верующие это как бы евангельские это там баптисты пятидесятники вот не улыбается и дают понимание тому что меньше ходят ваших ну они имеют евангельских это не имеют нашу поместную церковь ходят без спирали нежели спиралями вы говорите что христианам вам верующим нельзя на первое место по смертности вышла эта смертность от абортов то же самое мы видим феминизм непослушание жен мужьям мы видим то же самое грех неприличная одежда блудная одежда любовь к миру дружба с миром смехотворство суета а кроме того присоокупилась еще час мода сквернословить нецезурную лектику говорить девизами стались на машине цепляют русский корабль пошел да и три точки братья сестры это как девиз это лозунг и мы христианская страна и мы хотим упование на бога мы хотим чтобы бог нас защищил мы говорим что мы стоим на стороне правды многие многие там бригады военные структурные подразделения имеют свои вот эти флаги изображения этих флагах вы видели эти изображения даже оккультные сатанистские изображения во многом черепи разного рода там какие-то демоны какие-то там чудовища разные изображены и мы хотим чтобы бог нам помогал теплость христиан повальная еще раз говорю евангельский христиан мир даже те которые считают себя христианами православные повально тоже еще и говорю вот в этом сквернословии даже не сидятся детей впустили в украину вот этому мужелосу вот эту садомию пустили этим отступили во многом от бога братья сестры и потеряли мир пришла война на эту землю поэтому нужно прежде всего расканется а не то делать как паночка другие призывает раховский своей стороны кирилл паночка с украинской стороны призываешь там все активную части войны оружие брать как основная часть населения украины до сих пор она относит себя к украинской православной церкви московской патриархат это то же самое как русская православная церковь а там русская православная церковь то есть православные крестьяне считают себя воюет друг против друга что-то за война и вижу сме священник восхлевляет и то есть кропит святой водой так называемой до танки которые едут на украину эшелоны которые украину убивать нет братья сестры где споткнулись там нужно подняться исправить ситуацию покоритесь богу покоритесь богу нужно оставить грех евангельским крестьянам нужно стать горячими крестьянами оставить вот эти грехи остальному миру имею ввиду те которые называют себя православным например там католиками которых тоже беспокоит судьба украины россии вот эта война нужно перестать грешить и вот тогда вот эти молитвы будут иметь силу через покаяние через освящение потому что очень маленький процент братья и сестры и говорю что твердо можно сказать что 90 процентов всех молитв в этих служениях что совершается так называемых православных храмах и даже в церквях евангельских баптистских пятидесятнических они в пустую а мы сильнее христиане возьмите даже для для примера ветхозаветные времена где там показано что иногда бог давал более сильную победу сверхъестественно сверхъестественным путем нежели естественным путем нежели естественным путем вот как нужно побеждать вот это зло чтобы был мир каяться сокрушаться освящаться и конечно же умножать и молитву и пост но после смирения после освящения после точного исполнения слова божьего тогда это имеет силу поэтому я призываю прежде всего евангельских христиан призываю покайтесь измените свой образ жизни и и тогда ожидайте на результат а если не так братья сестры то поймите что если где-то по местной церкви грубка то фактически вы можете особо рассчитывать на какие-то серьезные защиту изменения на мир на вашей территории чтобы защита было небо в вашем в вашем селении например может в вашем районе максимум вашей области мы это на практике знаем дух святой открыл тут только в начале что сохраняйте верность мне я защитю небо два года война я благодарен богу в том регионе где я живу ни одного прилет в той области где живу был всего один прилет это без человеческих жертв самый защищенный регион украине больше бы было вот по местных церквей прямо в ваших областях все и вы могли бы молиться но еще раз говорю быть настоящей церковью праведно жить и тогда вы увидели что бог будет больше и небо защите эту территорию где вы живете а если когда много конечно крестьян таких бы собралось то тогда возможно мы могли бы ожидать на на вообще на перемирие на остановку или даже то что может даже русские войска ушли бы из территории украины и мысли даже возможно путина бы поменялись ли бог даже мог бы поменять путина поставить человека который склонен искать мира библия множество таких примеров дает но начинается все братья и сестры с христиан святого народа если святой народ ослаб если израиль ослабевал отступал от бога в основной своей массе все израиль терпел поражение если захотите и послушайте то будете вкушать благо земли если же отречетесь и будете упорствовать то меч пожрет вас ибо уста господни говорят поэтому братья и сестры нужно прежде все освещаться каяться аминь